Кто любит деньги, точно по нему видно это Кадыров, потому что он к Ким Чин Ин, знаете, там вроде средний вес корейца, по-моему, килограмм сорок, ну и вот на фоне этого веса, значит, Ким Чин Ин, который, конечно же, не страдает особо худой бой. Ну и Кадыров, который тоже в последнее время массово расплылся, он сейчас тоже под таким вопросом куда делся, потому что наш гур, который мы очень любим и доверяем, утверждает, что страшно болеет, где-то находится на больничной койке и, в общем, даже использует такое слово как кома. Мы не знаем, так это или не так, а что изменится, если вдруг он станет первым, кто отправится к обзону, кто вот из сегодняшних военных преступников откроет этот счет. Можно ли предположить, что это открывает какие-то тоже очень хорошие перспективы, не знаю, может быть, к тому, что регион начнет бороться, если не за свободу, то хотя бы за власть, ну а дальше мы уже воспользуемся этим возгоранием. Вы знаете как, я не могу утверждать, что происходит с Кадыровым, я сужу, как и вы, только внешне. Потому что у него дотловатое лицо, он вот там, вы слышали его спич про снятие санкций с его матери. Мамы, да. Да, мамы. Из суммы этого я делаю вывод, что действительно человек чем-то страдает, чем не знаю. Ну, тут все пишут про этот нефрит, какие-то там заболевания почек, диализ, что-то там такое. Я не специалист, я не медик, я ничего утверждать не могу, я просто сужу, как и вы все, по его внешности. Ну, если Гур так говорит, ну, наверное, дым без огня не бывает, что-то там-то происходит. Что-то. Это не обязательно кома, но что-то, да, и происходит. Будем исходить из этого. Посмотрим, как дальше будет. Он бывал уже такой, его хоронили, а он появлялся. Но, тем не менее, состояние его внешнее, я повторяю, не улучшалось от этого. Он не становился розовее как-то, чего-то этого не происходило. А вот. Значит, если представить, что от него хотят избавиться. Я так не считаю, потому что... Да-да, там говорят и тогда отравление. Опять же, его могли отравить по команде, потому что, если бы Путин хотел его отравить, его бы отравили, я считаю. Так сказать, уже вопрос решили, но если как-то медленно там... Ну, это тоже странно выглядит, потому что, ну, всё-таки, пока он жив, он может позволить себе проверить, травит его или нет. Ну, мне так кажется, анализы, то да сё. Может, я ничего не исключаю, но всё-таки сам лично он по части лояльности и отношению к Путину, он не равен был Пригожно или кому-то ещё. Конечно, в окружении ФСБ особенно его ненавидит, это правда. Но без команды Путин такую фигуру устранять не стали. Происходит несколько другой процесс. Он связан, как я уже говорил, в последнее время, вот за эти полтора года, с тем, что оказалось, что они воевать-то не умеют. Ну, вот в широком смысле. То есть, не то, что конкретно, они там полицейские операции, ещё что-то, заградоотряды, а где достижения вот этих северокавказских батальонов Кадырова на фронте в Украине? Какие города они взяли? Что они могут... Они Бахмут взяли или они там Солидар взяли? Что они взяли? И это вот мы рассуждаем чисто там обывательски, внешне наблюдая за картиной военных событий. А ведь в Кремле точно так же рассуждают. О чём ты гордишься? Что-то ты вот столько денег вбухали в тебя, да, а как бы твои эти ахматы, они, в общем, не особо. Ни украинцы их не боятся, россияне воюют сами лучше. Уж не говоря, ЧВК Вагнер, который почил в Бозе, он воевал явно лучше. А в чём-то, за что такие заслуги, что у тебя, значит, какой-то эксклюзив на деньги, на присутствие в регионах Кадырова? Вот с этим, мне кажется, точно будут заканчивать. Это однозначно политическое последствие, которое будет, ты давай у себя там, у себя, у себя, у себя, в Чечню давай, там занимайся. А то у вас тут в президент-отеле вы сидите, вы там в Тюмени, вы там в Ербурге, зачем вам здесь нужны? И свои готовые покопать, значит, нарыть золото и так далее. Зачем вы здесь нужны? Это определённо будет. Если Кадыров действительно болен, и это как-то усугубилось, может, травили, не травили, я уже не знаю. Его сменят человек более незаметный, поставят более потише. Даже если это будет какой-нибудь Делимханов и Даудов, у них бэкграунда, этого уже нет. Первородности, да, от его папаши, который был первым президентом, там же был промежутки Аллу Алханов, когда его возраста не хватало. Сейчас кто его помнит? Вот нужен Аллу Алхан. Москве нужен на посту президента Чечни Аллу Алхан, понимаете? А не Кадыров, потому что с ним очень много всякого геморроя. И поэтому там сыну Кадырову или что-то, мне кажется, это не светится. Вот будет промежуточное на какое-то время, я не знаю, может, на 10 лет, может, там меньше. Такой Аллу Алхан. А что будет, если придёт такой более мягкий какой-нибудь вариант? Кто-нибудь вот знает президента сейчас в Амгушетии? Вот сейчас назовю, никто не знает, не слышно. Что обычный клерк? Из местных кадров, но всё равно клерк. Вот клерк нужен. А вот что касается подполья и перспектив, они возникнут не внутри самой Чечни, а это при общем ослаблении центральной власти и поражении Москвы. Да. Когда появятся силы, появятся люди, появится внутренняя среда недовольных, которая получит обоснование в случае ослабления власти в Москве центральной. Так ведь происходило и с возможностью независимости Чечни, когда события там начали вызываться, начиная с 1991 года, когда рухнул Советский Союз. Так и тут всё-таки нужно, чтобы что-то начало происходить в Москве. Потому, что центральная власть равно выполняет решающую функцию Чеченской республики. В случае, что они, конечно, будут поддерживать статус КВО и не позволят подполью, сепаратистам или исламским группам каким-то образом сорганизоваться. Не позволят. Москва, прежде всего. Кадыров, конечно, хотел бы сохранить костяк своих полицейских сил для расправы собственного населения. В случае, если те же процессы, которые я выше сказал, начнутся в Чечне. А у него всё-таки армия какая-то есть. Вот его лично защитить сможет. Ну, так он может считать. Но на фоне происходящего, когда эта армия оказалась небоеспособной в условиях реальных боевых действий в Украине, я бы сказал так, что совсем не факт, что это будет линейно развиваться, как бы эта армия будет защищать Кадырова. Кто сказал, что она не перейдёт под другие флаги и, наоборот, не начнёт его же люди, его тейпы, воевать самим им. Слишком тяжёлый груз, который он за собой тащит. Поэтому там разные процессы могут происходить. И внутри руководства, элиты этой власти, там, местной, национальной, в Чечне, могут происходить разные процессы брожения. Она, в принципе, вся нелояльна России. Они, в принципе, не хотят быть россиянами и русскими. В принципе, хотят жить по своим законам. Поэтому не обязательно, что это даст шанс, прежде всего, для только подполья. Он даст шанс для всех. Он даст шанс для, собственно говоря, и власти там, чтобы какие-то перемены начать. Ну, а на фоне этого, там, конечно, виндетта начнётся такая, что не приведи Господи. Ну, по сути, любую армию будет в России контролировать тот, кто будет платить. Это было видно и по частной войной кампании Вагнер. Поэтому тут, да, он абсолютно не бессмертный. Но почему, наверное, ещё людям верится в идею с отравлением? Потому что на наших глазах был уничтожен, фактически, Евгений Пригожин. Всё, был и нет. Я хочу вас как раз и в преддверии вашей поездки, ну, в целом, темы, которые там, мне очень сложно комментировать. Значит, спросите, газета The Washington Post, она выпускает каждый год такой свой список самых влиятельных евреев. В прошлом году на втором месте был президент Украины Владимир Зеленский. Мы с вами уже в своё время говорили, что президент никогда не кичился и не выпячивал этническое происхождение. Ну, вот они разместили и окей. Я даже не помню, чтобы мы в прошлом году эту тему обсуждали. Но в этом году, значит, на 52-м месте тот самый Евгений Пригожин. Ясно, что влияние можно по-разному трактовать. Но, чёрт возьми, он преступник, он массовый убийца. И вы его, значит, туда поместили. Президента Зеленского нет вообще. И на этом фоне не ясно вообще, а как вы в таком случае... А, и есть, конечно же, олигарх Роман Абрамович. Ну, сори, но мне кажется, что сегодня всё-таки Зеленский немножко больше влияет на политику, чем Абрамович. Там есть Энтони Блинкен, что абсолютно ожидаемо. Ну, в общем, что не так? Ясно, что у нас не совсем идеальные отношения с Израилем. Там есть свои тонкости и нюансы, которые тянутся годами. Но можно ли так плевать в лицо нам, размещая там Евгения Пригожина? Ну, вот давайте так. Зеленский всё-таки украинец. Потому что он, конечно, может этническое предсказать и еврейское, но... Энтони Блинкен американец. Энтони Блинкен американец. Я вам, знаете, такую вещь, говорю? Он больше украинец, чем даже Блинкен американец. Почему? Потому что война проверяет его патриотизм. Блинкену не надо сейчас доказывать. Или что-то вот начнётся война, и Блинкен в первых рядах возьмёт и погибнет, на ДОП пойдёт. А Зеленский это уже делает. Поэтому, понимаете, возможно, в Джерус-Алимпосе это авторитетное издание, слов нет. В том числе воспринимает именно так, что уж евреи, давайте каких-то таких, которые патентованные. А вот тот, который больше украинец, чем он еврей, хотя, так сказать, это расхожая фраза, там Киссинджер тоже считает себя сначала американцем, а потом уже евреем. А значит, они это понимают, что Зеленский это всё-таки украинец. Он должен идти по списку украинцев, как это ни парадоксально. Это с одной стороны. С другой, я бы, честно говоря, на вот эти рейтинги всяких в Джерус-Алимпосте, какие бы авторитетными и известными изданиями не были, на еврейские рейтинги тем более не обращал понимания. Вы знаете, это такой спорт у евреев и у маленьких народов. Они всё время ищут еврейскую кровь у всех. Понимаете? А вот вы не понимаете, вот у него там кто-то чего-то был. Это никакой решающей роли вообще не играет, потому что люди всё-таки живут от себя, что называется. Они есть сумма качеств, составляющих, в том числе и национального происхождения, и происхождения социального, и личной истории, биографии. Если у тебя были тефтонские рыцари, знаете, в роду, это тоже какой-то накладанный отпечаток. И, честно говоря, заниматься этим спортом, выискиванием и рейтингованием, мне кажется, это немножко какое-то такое еврейское занятие. В нём нету, понимаете, как влиятельные евреи. Да то есть, что Зеленский самый влиятельный. Нет, нет, нет. Ещё раз. Наверное, важно так сказать. Вообще плевать, есть там Зеленский или нет. Вот вообще. Но Пригожин... Вот я готова, не знаю, если бы я занималась наукой, доказывать бесконечно, что какой-нибудь там Стримаусов, Сальдо и все остальные, что они не украинцы. Не украинцы, я понимаю, чего ты. Только бы отрыгнуть это с тела нашей страны, нашей истории. При этом Израиль говорит, о, так Пригожин еврей, он наш пацан, он из нашего народа. Нет, я думаю, там всё-таки они оценок не ставят, они вам на это попарировали, что мы тут не даём оценки плюс-минус зло-добро, а мы просто изучаем. Но элемент мутики есть, я согласен. Потому что ставить, сам влияет на человека Гитлера, тоже, знаете, не всякий решится среди немцев и европейских политиков. Но элемент мутики какого-то всегда присутствия. Я же сказал, что у евреев, особенно таких амико-фронских, у них есть какой-то спортивный интерес к коллекционированию. Значит, сколько у кого крови, ещё чего-нибудь там. Часто совершенно пальцем в небо это всё попадает. Но, честно говоря, на том же Зеленском ни горячо, ни холодно. Ему совершенно фиолетово, потому что его роль она другая, она выше, чем рейтинг «Жерузелин-Пост». Лучше плевать там. А то, что они включают, я ещё раз повторяю, это элемент мутики. Ну, они вот куда-то не туда гребут, ну, никуда это не приплывёт. Так же, как, честно скажу, вот эти вот тайм, когда «Человека года», оно и Гитлера, кстати, делал «Человеком года», и Сталина делал «Человеком года». И Путин был. И Путин был «Человеком года», но не очень понятно. Хотя уже там знали эти оценки плюс-минус, добро-зло, хороший-плохой. Ну, как-то, в общем, пресса, она по части рейтингов, она всё время как-то не туда попадает. Вот я честно скажу. Поэтому я прочитал эти новости, но, по-моему, это занимает умы там не более, чем на один день. Дальше это будет абсолютно фиолетово. Какие-то рейтинги. Одной рукой они нам помогают, потому что, безусловно, мы узнали от главы МОСАДа о том, как они срывают сотрудничество с Ираном. С другой стороны, есть вот такие вещи. Вы правы, что в буквальном смысле они ни на что не влияют. Но всё равно очень интересно. Вы будете в этой среде. Вам точно на глаза попадутся их газеты и журналы. Поэтому надо, чтобы вы собрали оттуда какой-то анамнез. В общем, что думает и про нашу войну, в том числе. А у меня нечего там быть, я поговорю там, да. Вот так. К кому больше склоняется, в том числе, Израиль. Это тоже для нас очень важно. Я уверена, что для нашей аудитории будет интересно. Продолжение следует...